Верхний ряд Америка, вторая Европа, третья Россия. Не потому что кто-то лучше, кто-то хуже, и не надо это так трактовать. Мне, например, число тройка больше нравится, чем двойка и единица. Это не имеет значения. Итак, первый ряд Америка, второй Европа, третья Россия. Знаете, не так плохо. Я, честно говоря, ожидала даже очень хорошо. Я вообще ожидала гораздо худшего, намного худшего. Я ожидала черной полосы. Ничего подобного, они выкарабкаются. И самое тяжелое будет через... Вторая карта. У всех самая тяжелая. У России еще первая тяжелая. Они не собираются... Нет, они не загибаются. Не собираются распадаться, не собираются умирать. Мне интересно, посмотрите. Третья карта везде валет идет. Крестовый и бубновый. И это не случайно. Ну, если брать, что примерно эта ситуация раскручивается год, то каждая карта будет... Каждая карта примерно два месяца. Примерно, если брать год. Но иногда это не всегда совпадает, и можно брать больше. Тут очень интересно, чтобы вот так нарушно не вытащишь. Даже если захочешь. Валет третий. То есть, надо предполагать, что они будут договариваться все вместе по вальту. И даже определенно договариваться им придется. Причем у американцев и европейцев одинаковая позиция. Крестовый валет. Им это нужно для работы. А в российских картах это бубновый валет. У них вместе интерес вводят очень сильный. И они совпадут. И смотрите. У американцев десятка червонная. И у России десятка червонная. И они тоже только одна чуть позже, другая раньше. Это тоже совпад интересов. Ну что и тут тройка червонная. С десяткой червонной. Америка с Европой. Что Европа любит Америку до безумия. Это тоже верно. И готова за нее палить. И видит в этом по пустой карте свое предназначение. Но тут ничего не сделаешь. Любовь стоит дорого. Да, они выкрупкаются. Не выкрупкаются. Так что, как это, помирать и голод тут не будет. Они договорятся. Через какой-то момент. Может, даже месяца через 4-5-6 они договорятся. Они договорятся. И в России пойдут хорошо дела. Тут десятка червонная с десяткой бубновой. И очень пойдет по крестовому тузу, пойдет налаживаться производство. Они будут поднимать производство. Очень-очень сильно. Подумать только. Хорошо. Им придется договориться с друг с другом как-то. Может, это дольше времени зайдет. Может, меньше на картах. Это нельзя так точно определить. Но они будут договариваться. Им придется. Причем, Америка с Россией гораздо больше общего имеет, чем с Европой. Она и по менталитету, и по стилю будет она ближе к Америке. Ненамного. Если вы заметите, как карты перекликаются буквально. Восьмерка бубновая с десяткой бубновой. Две червонных. Они просто перекликаются. У них очень-очень много общего. И вот это, как это, сейчас нож между ними. Просто пиковая двойка. В отношениях она уйдет. Не так быстро. Потом она переходит в тройку крестовую. То есть у них какие-то деловые общие интересы возникнут на фоне том, что Америка и Европа будут переживать трудности, болезни. У человека это болезнь. В стране, значит, на спад экономики или что-то. И тут крестовая у России тройка идет. Они будут договариваться. И они договорятся. И это уравновеситься. И это уравновесится. В ни одной страны нету ни преимущества, ничего. Вот сейчас очень самый обостренный момент идет. Дальше он еще накалится. По восьмерке пик и по девятке. Но все равно им придется договариваться, и мир уравновесится. Это не будет бесконечно. Нет. Не эти войны. Им придется договариваться. И Россия очень выиграет. На этом больше всего выиграет Америка и Россия. И я бы сказала, что в итоге для России это будет самым выгодным материально. Почему? Потому что бубновая десятка выпала. Но тут крестия-то придется очень много налаживать. Производство. Просто работа банальная. И в этом она завязана с Европой. А Европа завязана с Россией очень сильно. А за счет ресурсов российских они договорятся. Мир не рухнет. Самое главное, что я хочу сказать. Если бы рухнула Америка, или рухнула бы полностью Европа, или Россия, поверьте, мир был бы в жутких руинах и в жуткой катастрофе. Поэтому даже взяла эти карты. Казино. Это выигрыш. Вся эта ситуация, все странно играют в рулетку. Одна говорит, у меня есть ресурсы. Другая говорит, у нас есть деньги. Политическое давление. И вот тут у Европы есть какой-то козырь очень интересный. Джокер. Несмотря на то, что Америка кажется более сильной экономикой, более сильный партнер, но козырь сейчас в руках у Европы. Но она им не воспользуется. Она ничего делать не будет. Она как-то пытается даже устраниться. Карты более мелкие, кроме этого Джокера. Хотя Джокер очень сильный. Она ничего не будет делать. Это в основном, даже если мы этого не увидим, и даже если от нас этого скроет, но могу сказать, что это очень четко договариваться будет Россия с Америкой. И они договорятся. У них будет общий интерес. И этот общий интерес, он будет скрытый. Тут нет как бы людей, нет народа, ничего нет. Это будет решаться как-то за кулисами. И не потому, что они особо хотят договариваться. Нет. Как это? Ничего личного. Деловой подход. Все в точности по этой фразе. Им придется, они договорятся, мир не рухнет. Как это? Не скатится в хаос. Ядерной войны не будет. И как это? Мы не провалимся в пещерные времена. Нет. Они еще поругаются. Еще ухудшатся отношения. Но не настолько, чтобы драться с друг с другом. А потом они наладят. Я, честно говоря, даже сама удивлена. То есть вся эта ситуация, вот сейчас, что стоит на ножах, буквально, это будет падать. Еще обострится, как с ковидом. Вот похоже, что было с ковидом. Я раскладывала, что вначале это будет взрыв, а потом об этой ситуации все забудут. Я говорила именно о мерах. Не самой болезни, а о мерах, которые принимают для нее из самоизоляции. Все вот это. Маски и прочее. Но потом это упадет. Вот тут то же самое. Сейчас вот прямо ненависть, потом это усугубится. А потом они договорятся и пропадет. Так что... Это хорошо. И если бы хоть одна из них была в очень плохом положении, это было бы плохо для всех. Поверьте. Для всех. Потому что сейчас такое время, что одна страна тянет за собой. Вы это сейчас убедились. Ничего плохого нет. И при этом каждый партнер останется в своем выигрыше, что, естественно, самый лучший вариант. Потому что если один остается ни с чем, он устраивает какие-то агрессивные действия на других. Но тут у каждого есть свои возможности, свои способности. У России две десятки красные с тузом. У Европы вроде карты мелкие, но там карта высших сил. И Джокер. А у американцев тоже есть десятка. Я бы сказала, что самая слабая позиция в итоге все-таки у Америки. У нее наиболее шатающаяся позиция. Потому что у Европы есть карта высших сил и Джокер. А у России две десятки и туз, что очень-очень сильно. И тройка червонная тоже у Европы. Это победы. Но как ни странно, больше всего это зацепит. Как-то повернется так, что Америку. Не то, чтобы она там в каком-то крахе была. Нет, но у нее меньше всего козырей. Не меньше всего запаса. Чтоб не говорили они. И чтобы мы не видели, и к чему бы не привыкли. Но у нее нет такого козыря. У Европы есть какой-то козырь. Не могу даже понять, почему. Как это выпадет, как служится. Но что-то у нее есть. Не за нее, как бы не хотят ее пока развала. Высшие силы категорически. Она умеет очень хорошо отчерпывать по своей тройке червонной. И с Америки, и с России. И очень-очень это профессионально делает. И плюс еще с картой высших сил пустой. У нее это очень хорошо получается. Она то умеет делать. Она не такая простая, что просто делает то, что под Америку получается. У нее не просто исполнитель американской воли, ничего подобного. У нее свои интересы. И так еще получается, что хотим мы или не хотим там. Может и хотели бы, чтобы порвали там вроде бы отношения. И каждый сам по себе. А вот не получится, не завязано. Очевидно, это мировая экономика. Оно очень связано. Если вы видите, у них все очень синхронно. Фигуры идут вместе. Вместе идут черные карты. Потом идут вместе очень похожая область червонных карт. Они очень-очень связаны. Они связаны больше, чем мы читаем это в новостях. И чем превращаем. Я бы сказала, что это отдельные куски одной бы сейчас системы экономики. И то, что они оправляются, дает нам надежду все-таки на хорошую жизнь. Нашу хорошую жизнь. Я не за правительство переживаю. Нет. Я переживаю за, чтобы люди жили хорошо. Так вот, через какой-то момент это исправится, это наладится. Это не будет бесконечным. Еще раз могу подтвердить, что это самое тяжелое будет до 2023 года. С 2024 все еще раз поменяется. И очень-очень сильно. С 2024 года мы будем жить в другой реальности. И самое главное, я вам скажу, что до этой реальности надо сохранить какие-то материальные блага и нашу жизнь. И никаких таких катастроф я не вижу мировых. Был бы туз-пик. Был бы, поверьте, при черной полосе все черные туз-пик ложатся. Ну, вот там финиш был бы. Тут ничего такого нету. Не будет мировой войны, чего мы все не хотим категорически. Ну, кто в своем уме, естественно. Не будет мировой войны, не будет мировой голода, не будет мировой засухи, не будет ничего такого. Это будет подъем. После спада будет подъем. И для России очень хорошее, что у нее пойдет расти промышленность. Обязательно пойдет по кресту, мутузу, норобу. И будет очень-очень много рабочих мест. Будет очень много рабочих мест. И у нас в раскладе три восьмерки. Это говорит, что это будет довольно быстро все. Особенно восьмерка пик намекает на скорости. Три восьмерки говорят о скорости. Что-то все события довольно быстро развернутся. Ухудшится, улучшится. Так что вот совсем неплохо получилось. Даже очень хорошо. На позитиве я закончу для нас всех. Это сбудется. И мы будем жить лучше всем. Потому что сейчас такое время, это затронет всех. Вообще всех. Нас в мире. Так что вот на этом я закончу. Продолжение следует. Продолжение следует...